Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к нему иудеям, глаголю вам, яка отимится от вас Царствие Божие, и дастся языку творящему плоды Его, и пады на камени сем сокрушится, а на нем падет, сотрыет и, и слышавши архиереи и фарисеи притчи Его, разумеша, яка о них глаголит, и ищущий Его яти, убояшися народа, понежи яка пророка Его имеяху. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня четверг, 29 августа. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея, 21 глава 43 по 46 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Потому сказываю вам, что отнимается от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». «И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка». Такой небольшой отрывок, дорогие братья и сестры, слышим мы с вами сегодня. Мы вновь продолжаем читать Евангелие от Матфея, 21 главу, это та глава, в которых и те главы последующие, в которых повествуется о последних днях жизни Спасителя. Итак, вот в этом небольшом евангельском отрывке мы с вами видим вновь обличение старейшин, первосвященников, фарисеев. Обличение в чем? В нежелании принять Христа, принять Христа как пророка. И вот здесь посмотрите, насколько видится конфликт не столько даже Христа, сколько понимание Христа простым человеком и человеком книжным или ученым, если хотите, знающим Писание. Вот в конце этого повествования, можем начать толкование его с конца, евангелист Матфей говорит следующее. «Побоялись народа, потому что почитали его за пророка». Посмотрите, народ все-таки так или иначе, как бы фарисеи, книжники, старейшины не подговаривали народ, не пытались вскрыть в деле Христа какие-то тонкости и нюансы, которые противоречат закону, которые противоречат закону Моисея. Народ так или иначе Христа воспринимает, что он видит ту любовь, с которой Христос обращается к людям. Посмотрите, какие знамения совершает Господь, чудеса, ведь все это делал Господь совершенно безвозмездно, все это Господь делал с открытым сердцем, помогая людям, исцеляя болезни, недуги, скорби, и все это делал Господь. Естественно, народ почитал Христа. И вот здесь видится вот этот конфликт, который возникает между народом и между, скажем так, элитой общества, которая знает Писание, изучает, изучала Писание, знает, как правильно толковать Писание, но вместе с тем, в силу каких-то причин принять Христа не хочет или даже не может. И происходит страх, у них боязнь перед народом, потому что они видят, что народ может устроить расправу и над ними. Вместе с тем, опять же, почему происходит такой страх, потому как мы с вами слышали описание событий, предшествующих глав, это вход Господень в Иерусалим. Народ приветствует Христа как царя. И здесь, естественно, фарисеи, книжники уже боятся, и первосвященники, в первую очередь, боятся уже Христа в силу страха перед народом. Царство Божие, говорит Господь, отнимется от вас. Под царством Божиим здесь толкователи разумеют, с одной стороны, царство Божие непосредственно будущее царство Божие, но и в большей степени попечение Божие, попечение Божие и дано будет другому народу, приносящим плоды его. Мы с вами в начале этой недели уже говорили о проклятии смоковницы, о засохшей смоковнице, которая не приносит плоды и засохла, по слову Христа. Потому что пользы и проку в этой смоковнице нет. Так же и человек, который не приносит плоды для Царства Божия. Он не то, что Господь прикрывает ему путь в Царство Божие, но сам человек не может войти в Царство Божие, если в его сердце, если он сам не приносит плоды. Кто ты, говорит апостол Павел, что толку, если ты весь мир приобретешь, но любви в своем сердце не имеешь. Вот кто ты? Ты медь звенящая, пустозвон, пустышка. Вот, то есть ты из себя ничего не представляешь, любви не имеешь, и любовь это, она сопряжена с теми делами, которые говорит Господь. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого упадет, того раздавит. Вот о чем здесь идет речь? Вот эти слова Христа как бы вырываются из общего контекста. Вначале он говорит о том, что попечение Божие отойдет, отнимется и перейдет к другому народу, который приносит плоды. И сразу идет речь о камне. Камнем здесь называет себя сам Господь. Это параллель с Псалмом Давида, 117-м. Господь называет себя камнем, которого отверглись иудеи. Иудеи, или как строители, отверглись этого камня. Но он, камень, то есть Христос стал во главу угла, стал главой угла. И вот здесь удивительно, какое пророчество предлагает Господь, связанное с местом из Псалма Давида. Кто упадет на этот камень, разобьется. То есть для одних Христос камень соблазна. Камень соблазна. И человек может разбиться о Него. А на кого он упадет, того раздавит. Для других Христос, другие против Христа ожесточенно восстают, но Христом от Бога их ждет наказание. Того, Господь говорит, он раздавит. Итак, мы с вами видим и у апостола Павла, когда он говорит о Христе, что для одних он был соблазном, для других искушением и так далее. То есть вот такие образы применяет апостол Павел. Почему? Да потому что то восприятие Мессии, которое было выработано в иудеях, у книжников, оно совершеннейшим, в это восприятие совершенно не укладывалось то дело, то та проповедь, которой пришел Господь в мир. Господь проповедует не о царстве земном. Вот эта тема, может быть, на самом деле стала такой понятной для нас, стала темой той, о которой мы говорим постоянно, но вместе с тем эта тема очень важная. Ведь до сих пор и многие из нас не понимают, что Господь пришел в этот мир не ради царства земного. Ведь мы постоянно желаем царства земного, мы постоянно желаем избытка, постоянно желаем благоденствия здесь в жизни земной. Но Господь, как и тогда, те люди в то время, в которое пришел Господь в мир, ведь тогда они желали земного достатка, благоденствия и так далее. И вот сегодня мы живем отчасти теми же чаями, тоже ожидаем. Но это совершенно не так. Господь приходит в этот мир не для того, чтобы дать нам земное богатство, но для того, чтобы открыть нам двери в Царство Небесное, для того, чтобы мы смогли приобретать себе благоденствие там, в Царстве Небесном. Ради этого приходит Господь. Но вот это как раз таки и не укладывается в голове тех людей, которые окружали Христа, и книжников, фарисеев в том числе. Это же отчасти не укладывается и у многих из нас, здесь христиан живущих. Ведь мы часто приходим в храм, часто просим и молим Бога о каких-то вещах земных тленных, о успехе, о счастье и так далее. Но Господь не обещает нам этого здесь. Напротив, говорит о том, что в этом мире мы будем скорбны, то есть иметь скорби. Мы будем нести тяжесть и труд. Но все это мы сможем пронести, если в сердце нашем будет вера, если вместе с нами будет Господь. Вот о чем повествует нам Евангелие. Вот о чем повествуют нам и сегодняшние слова. Давайте будем помнить об этом, давайте продолжать вместе изучать Священное Писание в дальнейшем. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!